С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу, миров, мир и благословение, посланнику его и его семье и всем его сподвижникам. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух. Презентация на тему того, как относиться к проблемам, в том числе с позиции ислама. У людей разные проблемы, будь то с работой, с деньгами, сбережениями, долгами, проблемы в личной жизни, проблемы дома, проблемы со здоровьем, с экзаменами, с родными, в школе проблемы, домашние хлопоты, может проблемы с родителями. Как же относиться к проблемам? Как их рассматривать? Ну, во-первых, проблемы – это не всегда плохо. Просто нужно правильно их рассматривать, правильно к ним относиться. Аллах в Коране говорит. Это 94-я сура Инширах, аят 6. Поистине, после трудности – легкость. То есть, если у тебя какие-то трудности, не отчаивайся. После них Аллах посылает облегчение. Жизнь – это не сказка. Сказки же ведь как обычно заканчиваются. И жили они долго и счастливо. Ну, здесь как? В жизни не всегда так бывает. В раю? Да, конечно. Попал в рай – все. Будешь жить не то, что долго, а вечно. И, конечно, счастливо. Мы, мусульмане, к этому и стремимся. Подчиняемся Аллаху, чтобы он ввел нас в рай. Ну, а здесь, на земле, у людей, на самом деле, лишь у немногих. Такая судьба, что живут они не только долго, но еще и счастливо. Вот эти моменты держите в голове. А мы идем дальше. Проблемы есть. Вообще у всех. Вообще у всех. И неважно, какими большими ты видишь свои проблемы. Всегда найдется тот, у кого проблема больше. Да и вообще у тебя и не просто другие проблемы твои. Теперь давайте посмотрим вот на это. Вот здесь у нас красота, интеллект, благосостояние, здоровье, семья, навыки, возможности, дом, нрав. К примеру, Аллах даровал человеку красоту. Рассмотрим условного человека под цифрой 1. Не такой богатый он и не такой здоровый, ничего особенного не умеет, да и с жильем не очень. Но у него есть семья, возможности в жизни. И у него хороший нрав. И ему очень-очень хочется стать умным. Человек красивый, но он очень-очень хочет поумнеть, прокачать свой интеллект. Теперь второй человек. Интеллект у него высокий. Он здоровый, умелый. И у него хороший дом. Семья у него не полная, но больше всего он хочет разбогатеть. Он на этом сосредоточен. Умный человек. Но свое благосостояние его не устраивает. А бывает есть и ум, и деньги. Семья есть, умелый, дом есть. Но невоспитанный он человек. Четвертый – красивый, здоровье хорошее. Семья есть. И красивый нрав. Но с жильем у него не очень. Другой красивым быть очень хочет. Он здоровый, богатый. То есть, понимаете, да? У каждого есть то, чего нет у другого. И у каждого нет того, что у другого есть. У кого-то с семьей проблемы. У кого-то не получается навыком каким-то овладеть. Другой возможности плохо замечает. Хоть и здоровый, богатый и умелый. И вот на последнего человека посмотрим. Красивый, умный, богатый. С семьей все нормально. С домом, с нравом. Казалось бы, все есть, да? Нет. Со здоровьем проблемы у него. Какая-то болезнь или недостаток у него в теле. Что со стороны может быть многими не видно. На первый взгляд, всей картины ты не увидишь. Это нужно много чего знать о человеке. Чтоб увидеть всю картину. Например, не всегда сразу видно, что у человека проблемы с деньгами. Или интеллект невысокий. Или с семьей проблемы. Или с жильем. Пока близко не пообщаешься с человеком. Да и то, всего ты не узнаешь сразу. То есть, еще раз. У тебя проблемы. И у других они есть. Просто у всех они разные. В разных аспектах. Все люди уникальны. И проблемы тоже все уникальны. И двух людей не найдешь. У которых в точности одна и та же проблема. Аллах Всемогущенный Велик. Говорит в Коране. 67-я сура мульк. Власть. Аят 2. Благословен Тот, в чьей руке власть. Который создал смерть и жизнь. Чтобы испытать вас. Кто из вас окажется лучше по поступкам. Чьи дела окажутся лучше. Аллах испытывает разных людей разными вещами. Что-то дает. Чего-то не дает. Вся наша жизнь. Это испытание. Тест. Но помните, у каждого уникальное испытание. Вот еще один очень интересный аят Корана. В суре 21, пророки. В 35 аяте Аллах говорит. Я испытаю вас добром и злом. Кто-то может сказать, мол, ну злом-то понятно. А добром как? Вам нужно посмотреть на это шире. Вот, например, благосостояние. Множество людей хотят быть богатыми. Рассмотрим позитивные стороны богатства. Ты не беден. Расслабиться можешь. Можешь купить все, что захочешь. Эти деньги открывают для тебя возможности. Людям помогать можешь. Жертвовать. Тем самым будешь нравиться людям. Это еще один плюс. Но в то же самое время, другим людям ты не будешь нравиться. Из-за богатства. Кто-то захочет тобой воспользоваться. Деньги могут отвлечь тебя от поклонения. Может, от денег у тебя почерствеет сердце. И из-за этого ты не будешь принимать истину. Станешь упрямым. Горделивым. Высокомерным. Может, украсть у тебя эти деньги кто-то захочет. Из-за зависти. Или ты жадный станешь. Или сорить деньгами станешь. То есть, даже если получишь долгожданное богатство. Две стороны у него. Это добро. Это милость Аллаха. Но это может испортить тебя. В этом для тебя испытание. Так что смотрите шире. Точно так же и у каждой проблемы. Есть как плюсы, так и минусы. Если посмотреть на красоту пророка Юнуса, мир ему. Он был одним из самых привлекательных мужчин на Земле. Но эта красота принесла ему проблемы. Коварная женщина за ним ухлёстывала. Ему аж убегать пришлось от нее. А в итоге он вообще в тюрьму угодил. Это история в суре Юсуф. У тебя тоже может быть красота. И это может быть твоим испытанием. Красота – это благо, но это испытание. Вот взять интеллект. Абу Джагаль был очень умным. Был одним из самых заклятых врагов посланника Аллаха. Его еще называли Абуль-Хакам. То есть, отец мудрости. А потом назвали Абу Джагаль. Отцом невежества. Потому что он был таким умным, но не по делу ум использовал. Этот ум явился причиной его высокомерия. В итоге он боролся с посланником Аллаха, боролся с истиной. Посланник Аллаха, Муса, мир ему, был сильным. Но однажды он не рассчитал силу. И нечаянно убил человека. Ударил его в грудь. И человек умер. И это было большим испытанием для него. Он в бега ударился. Лишившись комфортной жизни во дворце. То есть, видите, да, так-то сильным был он. Но бывает так, что силу не рассчитал и все. Жизнь по другому руслу пошла. А ты даже не ожидал, что так будет. Или посмотрите, какую власть фараону Аллах дал. И она сделала его упрямым. И он враждовал с посланником Аллаха, Мусы, мир ему. То есть, власть, сила, интеллект, красота. Всем этим Аллах испытывает человека. В суре мульк, власть, Аллах же сказал, что создал нас, чтобы испытать. Кто из нас окажется лучше по делам. Вот Аллах и испытывает нас всем этим. Дает что-то кому-то. И тут уж как человек себя поведет. Вот, например, Аллах может дать красоту, а может и не дать. Если дал, это испытание. Может, ты из-за своей красоты высокомерным будешь. Если не дал красоту тебе, тоже испытание. Будешь ли ты терпелив? Или терпелива? Будешь ли довольствоваться тем, что имеешь? Ум, то же самое. Есть ум, испытание. Во благо ты будешь им пользоваться. Или во зло, чтобы людьми манипулировать, например. Обманывать их. И так со всем остальным. Здоровье, семья, умение. Дал тебе что-то Аллах или не дал. Все это в любом случае испытание. Как поведешь себя? Как использовать это будешь? Как Аллах сказал в 21 суре 35 аяте. Мы испытываем вас добром и злом. И к нам вы будете возвращены. Аллах дает нам в жизни множество путей решить наши проблемы. Но каждый раз, когда ты будешь решать проблему, Аллах будет давать новую проблему, чтобы ты ее решал. Ты хотел стать богатым. Ты им стал. Но теперь у тебя новая проблема появилась. Ты деньгами сорить начал. Или жадным стал. Или завистники вокруг тебя появились. Или страх, что обворуют. Или высокомерие в тебе появилось. Ты начал себя считать лучше других. И с этим бороться надо. Вот предлагаю вам рассмотреть такую мысль. Смотрите. Вот здесь у меня цитата. Она гласит следующее. Есть три подхода, как относиться к проблеме. Или прими, или измени, или оставляешь как есть. Если не можешь смириться, измени. А если и не меняешь, и не смиряешься, то все остается как есть. Вот я наверху написал «измени», а внизу написал «прими». А проблема твоя находится посередине. Если ты изменишь ситуацию, тогда проблема не станет. Она исчезнет. Не можешь изменить? Тогда прими. Прими эту реальность. И пусть она тебя больше не беспокоит. А если оставишь все как есть, собственно останется все как есть. Останется твоя проблема. Допустим, твоя проблема – бедность. Вот она. Ты пытаешься заработать. Если у тебя получилось, то есть ты изменил ситуацию, теперь ты богатый. Проблема решена. Но, как я уже сказал, решив одну проблему, появляется другая. С бедностью проблему решил, богатым стал, а там уже другие проблемы открываются. Страх потерять, завистники, возможная гордыня и так далее. Если не получается изменить ситуацию, проблему решить не получается, ну прими значит это. Прими тот факт, что ты бедный. Прими. Ну бедный я и что? Что такого-то? Если смог принять это, опять-таки ты избавился от проблемы просто другим способом. А если ты остаешься посередине, это тебя беспокоит. То есть, какую-то из двух вещей сделай. Измени или прими. А если ты и не решаешь, и не принимаешь эту реальность, тогда она и дальше будет тебя беспокоить. И это относится к любой проблеме. Вот давайте вернемся к схеме разных сфер жизни. Например, проблема у тебя со школой. Ты или школу смени, или реши как-то проблемы внутри школы. Людей подключи, если один не можешь, и измени ситуацию. Если не получается, прими тогда эту реальность. Смирись с ней. Если оставишь как есть, она будет тебя и дальше беспокоить. И вот так, с любой сферой, дом, родители, или любая другая сфера, эта формула вам поможет, иншаллах. Помните, всегда нужно выбрать одно из двух. Либо измените, либо примите. Лучше, конечно, если решишь проблему. Но если не можешь, то смирись. Но не оставайся посередине. Давайте рассмотрим один красивый хадис посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который поможет нам смириться с проблемой, которую мы не можем решить. Принять реальность. Это достоверный хадис из сборников Бухари и Муслима. Передается от Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк сказал, «Смотри на тех, кто ниже тебя. И не смотри на тех, кто выше тебя. Чтобы не обесценивать милости Аллаха, которую Он дал тебе». То есть смотри на тех, у кого есть меньше, чем у тебя. И не смотри на тех, у кого есть больше, чем у тебя. Аллах каждому что-то дал. Если будешь смотреть на тех, у кого больше, чем у тебя, то ты станешь неблагодарным. Ты не будешь ценить то, что дал тебе Аллах. Вот давайте снова вернемся к рисунку, где мы видим, как Аллах распределил свои дары между разными людьми. Вот у человека есть три, четыре, пять, шесть больших даров Аллаха. И надо смотреть на того, у кого есть еще меньше. Вот смотришь, а у человека всего три милости Аллаха, которые на виду, я хочу сказать. Так-то каждому очень много Всевышний Аллах даровал на самом деле. У кого-то есть семья, но нет денег, у кого-то наоборот. У кого-то здесь пять галочек, у кого-то три. Всегда смотри на тех, у кого есть меньше, чем у тебя. Это поможет тебе быть благодарным Аллаху, ценить то, что тебе даровал Аллах. Вот давайте рассмотрим этот аят. Всевышний Аллах говорит нам в Коране о тех областях, в которых Он нас испытывает. Аллах испытывает вообще всех. Отцы, матери, дедушки, бабушки, включая пророков и посланников Аллаха. Мир и благословение Аллаха им всем. Всех людей Аллах испытывает в какой-то из этих сфер. Аллах говорит, что иногда Он испытывает страхом, голодом, имуществом. Он может забрать часть имущества, чтобы испытать вас. Или может забрать кого-то из членов семьи, урожаем. И в этом аяте Аллах говорит, обращаясь к пророку. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает несчастье, говорят, поистине, Аллаху мы принадлежим, и к Нему наше возвращение. Конечно, хочется решить проблему, но если не получается, то смирись, прояви терпение. И вот эту фразу, поистине, Аллаху мы принадлежим, и к Нему наше возвращение. Многие говорят, когда кто-то уходит из жизни. Но эти же слова надо говорить и при других ситуациях, когда вас неприятности постигают. Вообще, при любых проблемах нужно напоминать себе, что Аллаху мы принадлежим, и к Нему наше возвращение. То есть, вот эти вещи все мы все равно потеряем. И здоровье, и деньги, и родных. И к Аллаху вернемся. И Он будет спрашивать нас, как мы распоряжались своим здоровьем. Имуществом, жизнью. Когда мы умрем, мы всего этого лишимся. И вот про таких людей, которые, когда их постигает беда, говорят, поистине, Аллаху мы принадлежим, и к Нему мы вернемся. Дальше, в этом аяте, Всевышний Аллах говорит, они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Теперь, давайте кратко пробежимся по тому, что мы сегодня прошли. Проблемы в жизни у тебя будут. В каких-нибудь сферах да будут. Такой Аллах создал эту жизнь. Но проблемы, это не всегда плохо. В них также и благо заключено. Его нужно распознать, увидеть. Как я уже сказал, жизнь, это не сказка, где стопроцентно в конце все заканчивается фразой, и они жили долго и счастливо. помните, что Аллах испытывает всех, каждого по-разному. Кому-то дает что-то одно, но лишает другого, кого-то наоборот, в разных комбинациях. Если Аллах дарует тебе какое-то благо, или тебе постигает какое-то зло от Аллаха, в любом случае это испытание. Если ты получаешь то, что хотел, это может породить другую проблему, которую тебе тоже придется решать. И у того, что ты получаешь, могут быть как позитивные стороны, так и негативные, свои плюсы и минусы. И помни, что каждый раз сталкиваясь с проблемой, тебе нужно ее или решить, или принять. Если останешься посередине, ничего не изменится. Если не можешь изменить, прими, прояви терпение, смирись. Это намного лучше, чем просто мучиться с этой проблемой, не решая ее и не смиряясь. Стресс ты испытываешь только тогда, когда ты находишься вот здесь посередине, думаешь об этой проблеме, накручиваешь себя, при этом не решаешь ее и не принимаешь. И решить не можешь, и смириться тоже не можешь. В итоге эта проблема тебя беспокоит, и это рождает стресс. И также не забываем, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхиу асалям, учил нас смотреть на тех, у кого есть меньше, чем у нас, и не смотреть на тех, у кого есть больше, чем у нас, чтобы не быть неблагодарными Аллаху. Но и помните, что Аллах испытывает всех по-разному. И лучший способ реакции на испытание это, когда ты терпишь и говоришь, поистине, Аллаху мы принадлежим, и к Нему наше возвращение. Аллах говорит, что такие люди удостаиваются благословения Господа, и также милости Его, и что они следуют прямым путем. Помните, нужно проявлять терпение. Это очень-очень важно. Терпение одна из самых важных вещей после веры, после имана. Так что, будь ты молод, или не молод, когда тебе чего-то не хватает в жизни, вспоминай мысли, которые я изложил здесь. Относись к проблемам правильно, и, иншаллах, у тебя будет счастливая жизнь, потому что эти проблемы не будут тебя беспокоить. Да воздаст вам Аллах благом. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату.